приветствую дорогие мои зрители будем сегодня разговаривать на тему которая до сих пор остается наверное самый часто трагиваемый вопросах от зрителей моих канал то есть зачем нужно вот эти вот скосы здесь которые еще называются ушки которые ну как бы соответственно ушки почему я называю потому что с японского они звучат мими а мими это как бы уши то есть все просто для чего нужно снимать можно их или не снимать каким углом снимать то есть как вот это все делать сейчас я буду говорить не просто как делать а зачем нужно делать так или иначе то есть если вы хотите рубанок использовать свой по назначению сколько он должен работать изначально вообще откуда появилась эта тема то что эти ушки да это все просто с одной стороны достаточно взглянуть на вот на на тело японского банка у меня к сожалению нету например вот тушки европейского типа там кренов ставил или у меня нету образца там тушки китайского там или какого-нибудь корейского рубанка то есть но все я думаю знаю что у тех рубанков у них вот этот паз который через который уходит стружка ширина его он одинаково по всей длине то есть лезвие она ходит вот как бы по ширине и такой же ширины и стружка лом либо просто клин для который прижимает и там нет никаких вопросов то есть забивается лезвие фиксируется клином ширина снимаемой стружки совпадать шириной базов который она вставлю все логично просто до недели но с японским рубанком тут какая история тут я думаю все знают что что шкалом у него он как бы по ширине уже чем лезвие и уже как бы сам этот факт он заставляет как бы задуматься что то здесь не так верно сейчас я поясню еще такой как бы очень на ваш взгляд немаловажную деталь вот именно касающиеся тушки японского рубанка почему здесь вот имеется вот она форма так потом еще здесь вот так и вот так почему так сложно почему не просто вот как у всех смысл в чем я думаю все прекрасно знают кто более менее ну уже как-то проникается японской культурой что у японцев есть такая штука которая называется кизуроукай то есть переводе на доступный язык это означает ну как бы встреча чтобы построгать добиться минимальной толщины стружки показываются все последние достижения то есть научился большие лезвия крутые то есть все это и я думаю что многие из вас видели что на таких соревнованиях используются лезвие у которых прошу прощения рубанки у которых одно лезвие без стружка лома я сейчас покажу если кто не понимает о чем я прошу прощения вот про что я говорю товарищ то есть это вот рубанок вот такой конструкции он возможен только на японской версии как бы рубанок потому что ему не нужен никакой клин чтобы здесь ничего прижимать ему то есть у него может лезвие быть только вот одну так вставлены и все для этого нужен вот этот дополнительный пас здесь который будет обеспечивать посадку этого лезвия и рубанок можно использовать вернее даже предназначение его прямое для супер финишной отделки когда снимается очень тонкая стружка которая в принципе если лезвие заточено даже при отсутствии стружка лома позволяет снимать стружку тонкую без образования вот этих вот задиров там в обратные волокна еще такое проще вот для этого как бы для того чтобы можно было использовать просто вот одно лезвие без стружка для этого форма вот этой вот гнезда вот этого для посадки лезвия но имеет вот такую форму теперь дальше непосредственно чуть поближе уже к теме опять же глядя на японский рубанок становится очевидным ширина это вот как бы ну это просто очевидно глядя на японский рубанок становится что будет если у меня просто нет лезвия такого прямого я даже честно не знаю если они такие вообще чтобы показать что будет если строгать вот сейчас например если у меня сбылок ркана по всей на всю ширину если в лезвие было что происходит да вы ставите лезвие рабочее положение вы начинаете строгать сам буквально у вас две секунды проходит в этих местах вот в этих местах где сейчас у меня ушки сняты но представьте что как бы у вас они вот не сняты да эти ушки стружка в этих местах тоже снимается но куда едете и некуда она идет забивается под ли под лезвие и под вот этот вот здесь ну паз да вот этот и все работа у вас прекращается то есть эта стружка здесь поднимается скапливаются в гармошке все рубанок больше никуда идти не хочет если исключение в том случае когда заготовка у вас уже ширины рта в этом случае вы можете то есть если вы работаете например вот с такими узкими только заготовками то вам париться по поводу снятия вот этих ушек не стоит единственное случай когда вы ну или быстро работаете или например там устали или ну всякое бывает то есть у вас просто рубанка идет 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 прямо по заготовке потом раз заходит вот случайно сюда и все работа у вас прекращается пока вы не достанете лезвие почистить остружки забьете но исключение номер раз исключение номер два когда можно не стачивать уши трубанок он брата стружка лома но и суть важно у него большой рот лезвие заточена с небольшим радиус не заметно будет на виде рубанка называется шархебель я думаю сейчас все заметите что лезвие у него здесь она виднеется прямо только по центру от краям она как бы сходит на нет потому что рубанок для снятия мяса также вы можете заметить что в отличие от рубанка для строгания уже такой как бы более чистого строгания здесь плоская часть вот на подошве ширина я имею ввиду вот это вот здесь то есть вот эти скосы тоже я сейчас объясню зачем просто я покажу что у турбанка с прямым лезвием носить напрямую то может быть тоже небольшое радиальная заточка но тем не менее здесь вот эти вот уходы идут они вот от наружного края от наружного края вот отсюда они идут а вот у этого рубанка для снятия мяса поскольку им работают на заготовках еще не выровненных то есть на вот таких вот где бугры и яму то есть у него должна быть рабочая плоскость вот эта вот по ширине рта не шире потому что иначе возможны ситуации когда просто здесь лезвие оно еще ну мы его не видим здесь но касание с заготовкой вместе есть соответственно но естественно работа будет но она может быть будет не так эффективно просто процент какой-то потеряется вот и связи с этим что я хотел сказать что даже если бы вот у этого лезвия у которого rk имеет радиальную такую форму да если бы даже у него я не стал бы снимать эти ушки во первых чего-то это было бы тем что сейчас видно что здесь практически у меня по 45 снятого здесь можно было конечно так сильно не делать но каждому свое пусть и они вот здесь просто торчали вот так вот эти вот ушки которые были острые возможно они могли задевать заготовку на случай если бы например вот эта вся подошва была прямая и ушки они бы даже не торчали то есть вот в этом случае как раз можно было бы их не стачивать потому что лезвие у нас все равно здесь она была бы еще в теле то есть мой но что не видели рабочая часть бы все равно было у нас грубо говоря уже чем вот этот рот да сейчас есть из того что я уже говорил лезвие само закругленное пытаюсь показать да вот видно что вот в этих местах где ушки она все равно и она его не видно все равно потому что закругленная на подошва прямая то есть вот в этом случае можно было бы единственное ушки эти нет в этих двух случаях когда заготовку у вас уже ширины так я имею дротство вот этот вот это если заготовка это ширине меньше чем ширина то либо когда лезвие вас имеет закругленную форму для снятия мяса когда просто края лезвие они так находятся в общем-то в телер банке не так не мешают а в остальных случаях ушки если нужно снимать теперь дальше нужно снимать я сказала как просто про него опять же сейчас вопрос как угодно это вообще нигде не прописано то есть как их снимать многие снимают просто вот перпендикулярно вот так вот стачивают на точили многие делают вот как я делаю тоже я делаю точили но немножко вот с таким уходом здесь немножко кто-то делает более прямые линии может более под углом это то есть кому как нравится мне нравится такая форме я так делаю такой плюс вот такой формы уменьшается пятно контакта с камнем это я думаю тоже все должно быть очевидно что тем меньше пятно контакта с камнем тем точить меньше ну и вот собственно говоря все то есть что я хотел по этой теме сказать потому что больше добавить нечего единственное что я скажу насколько снимать эти ушки по ширине естественно то чтобы это вот ширина арка было чуть-чуть поменьше чем ширина паза вот это внутреннего который стреляет стружка лом но бывает так что на некоторых банках ширина самого стружка лома она чуть чуть меньше чем машина этого паза поэтому оптимальный размер ширина или как назвать рта который вы должны делать это так свой стружка лом приложить его вот так сюда и снять буквально вот на полмиллиметра с каждой стороны память но смысле меньше чем ширина стружка лома сделать почему меньше почему не так же потому что стружка лома все равно он как-то входит в тело рубанка может быть не совсем вот по центру но это я серьезно говорю бывает что ты снял одинаково потом забил а у тебя с одной стороны торчит ушка а другой наоборот стружка лом торчит вот поэтому самый идеальный вариант это вообще вот вставить вот так в рубанок его сюда рабочее положение поставить и вот отсюда и за ну там посмотреть где вы видите у вас стружка лом и вот маркером отметить и уже просто снять по месту по факту тут не нужно не угадать 5 миллиметров снимать или сколько вы делаете все по факту вы смотрите чтоб ширина вас режущей кромки была чуть уже чем ширина стружка лома вот наверное все что я хотел сказать если что я забыл либо может быть как-то непонятно объяснил пишите в комментариях я либо отвечу если уж совсем непонятно будет но попробуем еще на видишь нет на все спасибо пока